Всем привет! Построил здесь систему по смешиванию топлива, которая, во-первых, будет смотреть на то, что мы смешиваем, смотреть именно на температуры, чтобы пересчитывать вот этот газовый миксер в процентах, в зависимости от температуры смешиваемых компонентов, в частности кислорода и водорода. То есть если мы ставим 66 на 4, то это не факт, что он будет нам смешивать их в такой пропорции. Если температура будет разная, то и пропорция на выходе будет разная. По этому поводу Богдан выпускал видео, у него там подробно рассказано, как он делал. Я это видео выложу в комментариях или в описании. В описании, правильно сказать. В описании выложу ссылку на расчеты. Плюс еще на Вике тоже сделали формулу расчета. Там ее немножко сократили. Вот я с Вики эту формулу и взял. Также оставлю ссылочку на это видео. Вернее на видео, а ссылку на страницу Вики. Это первый момент, который нужен для топлива. Второй момент это температура. Многие задаются вопросом, почему при смешении двух газов, кислорода и водорода, на выходе там образуется углекислый газ, иксы и так далее. Это продукты сгорания топлива. Если у вас при смешении температура будет выше 32 градусов по Цельсию, то топливо самовозгорается. И у вас в баллоне получается большая температура с продуктами сгорания этого топлива. Я как-то на стриме задался вопросом по расчетам температуры. Ярослав посчитал эту температуру, но он код не выкладывал. Его просил не выкладывать. Хотел я самому посчитать, дойти до этого. Ссылочку на видео, где он производил расчеты, тоже оставлю в описании. Так вот, нам нужно знать, какая температура будет при смешении кислорода с водородом, вот с такой температурой, на выходе, при первом птике. Температура будет 265,99,48. Здесь по нулям все. Он пересчитывает температуру. Давайте я включу. Вот он включил. Рассчитывает довольно точно. 45,12, 45,0. Ну, в общем, видите, да, какой точность расчета. Но возникает теперь еще второй момент. Если вот это топливо у нас поменялось в температуре, либо поменялась температура смешиваемых компонентов, то у нас это значение будет отличаться от изначального. То есть мы можем на лету поймать из того, что он сейчас смешивает эту температуру. Но нам нужно было еще посчитать и температуру вот этого уже объема смеси газов. Давайте покажу. Сейчас мы изменим температуру. Достаточно. Здесь вы видите то, что температура текущая ниже, чем температура расчетная. Почему она изменилась? Потому что мы делаем расчет на следующий тик. То есть после смешения, добавления, вернее, вот этого топлива, там идет перерасчет на то, сколько этот газмиксер может затик топливо смешать, вернее, кислорода с водородом смешать в баллон с топливом. От этого идет перерасчет и он нам показан, что на следующий тик температура топлива составит вот такое значение. То есть мы уже, зная наперед температуру, будем определять, включать ли нам этот газмиксер, либо выключать этот газмиксер. В коде я все это прописал. Газмиксер не будет включаться, если температура смешиваемых компонентов будет превышать 31 градус по Цельсию. То есть предел практически. Каким образом все это настроить? Нам потребуется два баллона с кислородом и водородом. Думаю, тут объяснять по фильтрации не надо. По фильтрации у меня есть много роликов, можете посмотреть. Два баллона, мы с них берем информацию. Нам потребуется пайп анализер, либо баллон. Но я беру информацию, в частности, с пайп анализера, чтобы мне удобно было смотреть и чтобы он был в системе, в принципе. Но можно, в принципе, брать сейчас из баллона эту информацию. Также я еще использую два дисплея. Вывожу информацию с текущей температурой и с расчетной температурой. Но можно, в принципе, еще управлять и кондиционером, чтобы задавать температуру вашего топлива. Могу я это добавить вместо какого-то дисплея? В комментариях пишите, если нужно, то добавлю по температуре. Вернее, это точно нужно. Так что давайте я ставлю и дисплеи, и оставлю кондиционер. Но тогда вам нужно будет вот этот чип подключать в отдельную сеть, чтобы у вас только один кондиционер был в этой сети. Либо использовать еще один чип, который будет передавать информацию на этот кондиционер. Ну, я сделаю так, чтобы кондиционер был в этой сети. Его не надо нигде будет выбирать на квартиру, он будет включаться. Так вот, по настройке. Значит, D0 кислородный, водородный танк, анализатор топлива. Это вот этот здесь газовый смеситель, дисплей текущая температура и дисплей расчетная температура. Вот этот кондиционер будет управляться по параметру setBatch. Это множественная запись, поэтому я говорю, что у вас в сети не должно быть других кондиционеров. То есть вы отдельно отбиваете это либо ИБПшкой, либо трансформатором. И у вас остается только один кондиционер в сети. Он будет включаться и топливо будет у вас поддерживать температурой минус 54,6 градуса. Чтобы генератор при этой температуре мог выдавать максимальные свои 100 кВт. И здесь вы сможете настраивать. По генератору как полностью построить систему с фильтрами, с прокачкой, откачкой и всем остальным ролик тоже отдельно запишу. Думаю по вот этой системе все понятно. По расчетам формул, это уже в этом видео объяснять не буду. Если кому-то надо, как это было посчитано и рассчитано все полностью по кодику, это отдельное видео сделаю. Пишите в комментариях. Также в описании есть ссылка на Twitch. Подписывайтесь на канал Twitch'а. И ссылка на Discord, где вы можете зайти, найти с кем поиграть и задать свои вопросы, если что-то непонятно. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok